Объявлены итоги международного кинофестиваля «Зеркало». В городе Иваново, в кинотеатре Лоц, который целую неделю трещал и чуть не лопался от бесконечных зрителей, посчитано, минимум тысяча в день всего перевалило за семь рекордных тысяч, закрылся фестиваль «Зеркало», носящий имя Андрея Тарковского. Объявлены итоги. Кадр из дебютного фильма Александра Золотухина «Мальчик русский». Фото – пресс-служба фестиваля «Зеркало». К итогам можно отнести и то, что фестиваль успел проехать по шести областным городкам и показать в 11 программах 41 кинокартину из 15 стран. Пять умных лекций. Образовательная программа «Юность», конференция «Воображаемый Тарковский», представление уникального архива режиссера Григория Александрова и актрисы Любови Орловой. Выставка из зоны событий. Наконец, художник Рашид Софиулин, работавший с Тарковским надсталкером, воссоздал комнату из фильма, где исполняются все сокровенные желания, теперь она перекочует в Юрьевец и станет частью экспозиции дома музея режиссера. Конечно же, об этом рассказали на закрытии. Но дело все таки не только в этих важных цифрах, не в отчете. Ждали, когда объявят имена лауреатов. Минус. Создатель Чернобыля прокомментировал предположение о втором сезоне. Ну что, казалось бы, ведь зеркало не Канны и даже не кинотар, по крайней мере, по масштабам. Что в принципе может дать создателям кино и их зрителям такая маленькая радость объявления лауреатов этого кинофестиваля. А вот что. Фестиваль не самый большой, но закрепивший за 13 лет свой авторитет уже и тем, что он не похож на другие. Территория эксперимента этот слоган здесь прижился не случайно. Тщательно подобраны как 9 конкурсных фильмов, так и 7 фильмов из программы свои. С ними неожиданно рифмуются параллельно прошедшие показания романтика Верниера Херцога или кружащиеся в юбке солнце ослепительная ткачиха 35-го года Орлова в Александровском светлом пути. Зеркало, словом, как барометри интересных ощущений. Как избраны киносреды, так и обычных, не элитных зрителей. И в этом смысле любопытна точка, в которой сошлись-разошлись в этом году два выбора два оголенных провода профессионального международного жюри и жюри зрительского. Гран-при фестиваля Зеркало получил фильм Кантемира Белага Вадылда. Что было ожидаемо. Им завершалась крепкая конкурсная программа «Здесь». Он только что вне конкурса вызвал ажиотаж на кинотавре. А чуть раньше его высоко оценили критики фепресей и жюри программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля наградила призом за режиссуру. Зрительское жюри выбирало не из конкурсных картин из семи фильмов программы свои. Долго колебались и все же с минимальным перевесом отдали предпочтение не фильму Ларисы Садиловой однажды в Трубчевске, тоже побывавшему в Каннах, а дебютному мальчику русскому Александра Золотухина, показанному, впрочем, не безуспешно во внеконкурсной программе «Берлинале». Минус. Фильм «Мстители», финал вернется в кинотеатры с новыми сценами. В фильме «Долгда», напомню, послевоенный Ленинград, послеблокадный. Долговязая и ее боевая подругом Аша пытаются жить в новом мире, без войны. И окон Тужина, периодически впадает в странное оцепенение, будто судорогой сводит, не может шевельнуться. Маша, у которой корявый шрам на животе, после фронта не может рожать. Режиссер Балагов, мне показалось, точно арифметически. Декорация послевоенной улицы. Трамвай тех времен. Распределение красок, много зеленого, охры и красного. Напоминает фламандскую живопись. А сцена в бане, переполненной голыми женщинами, это, говорят, из «Ингра». Сам Балагов абсолютно безошибочно говорит о своих, вместе с автором сценария Александром Тереховым, литературных первоисточниках у войны не женское лицо Нобелевского лауреата Светланы Алексеевич. А после вручения премии «Большая книга» также точно стал говорить о внутренней связи с Марией Степановой. Ее книгой «Памяти памяти» пришел к выводу, что мы не придумываем истории, мы их заимствуем из прошлого. В этой истории так выходят женщины, в судьбах которых произошли, словами режиссера, тектонические сдвиги, уничтожают всех мужчин. Мальчика случайно задавила я. Безнадежного парализованного раненого, к которому жена приехала, но хотела бы как-то от него избавиться, усыпила тоже я. Арифметически точно появляются скроенные по лекалам мальчики из богатых семей на роскошном лимузине, один отделался переломом руки, другой синяками. Орденоносная подруга Маша то крутит платье солнце, как любовь Орлова, то заставляет ее писать донос и на саму себя, и на доктора, который вынужден теперь участвовать в создании ребенка. Потому что им двоим опустошенным подругам теперь никто больше не нужен. Все выверено. В Каннах расценили Дэлгду, как фильм о лесбийской любви и включили в специальную номинацию на Квир Пайму. Интервьюером режиссер говорит, что ничего против этой номинации не имеет или что эта номинация немножечко раздражает, потому что сильно упрощает все. Это история о том, что человеку нужен человек, а не женщине нужна женщина. Фокус этого фильма именно в женском взгляде, говорит о Дэлде программный директор Зеркала Андрей Плахов, взгляде, который делает специфически, казалось бы, российскую историю актуальной и в мировом контексте, где художники постоянно стараются рассмотреть привычные конфликты и ситуации через призму женского опыта. Конечно, в этом ярком и колоритном фильме есть и недостатки, но даже они, по словам Плахова, в конечном счете работают на результат, придают ему обаяние эстетической загадочности. Совсем наоборот в мальчике русскому Александра Золотухина. Здесь, кажется, вовсе нет женщин только на порнографических картинках, которые разглядывает в окопе солдат. И две мимолетные девчушки в польском городке. Все остальное мир мужской. Сюжет как ожившее старое фото. Цвета размыты, все зернисто, пленка поцарапана. Щуплый, смешной крестьянский паренек попадает на фронт в Первую мировую войну, после первого же боя ослеп, но возвращаться никуда не хочет какой от него, слепого, дома толк. А здесь он теперь служит слухачом, прослушивает небо и предупреждает о приближении вражеских аэропланов. Минус. Арктический фестиваль в Тереберке соберет звезд кино и гастрономии. У Шукшина рассказ был, дядя Ермолай простой такой. Там вспоминает он про этого Ермолая Григорьевича, прожившего по-новым и в семидесятых, уж теперь тем более, меркам жизнь неправильно. Какой смысл был в жизни всех этих людей, они же искалечены или опустошены? Ну что за смысл, писал Шукшин, работали дядя те и рожали. Сам-то он уже понимал жизнь иначе. А все одно, но только когда смотрю на эти холмики, я не знаю, кто из нас прав, кто умнее. Не так никто умнее, а кто ближе к истине. И уж совсем мучительно до отчаяния и злости. Не могу понять, а в чем истина, Ча? Люблю этих, под холмиками. Уважаю. И жалко мне их. Хотя казалось бы, при чем тут Шукшин? Кстати, лучшим режиссером на фестивале «Зеркало» стал аргентинский Бенджамин Найштадт, фильм «Красный». Приз за цельную и пронзительную игру актеров получил создатель фильма «Бумажные флаги» Натан Амбросиани, Франция. Приз за уникальный авторский взгляд получил азербайджанский режиссер Эльмар Иманов за картину «Конец сезона». Он же получил приз жюри молодых критиков «Голос». А почетный приз фестиваля за вклад в творчество Андрея Тарковского получил художник Рашид Софьюлин. Это расширенная версия текста, опубликованного в номере РГ «Культура кино и ТВ» нашей кинофилиалы РГ «Центральная Россия» ЦФО «Ивановская область» Иваново кинофестиваль «Зеркало».